Привет, умники! Сегодня в программе новости науки с Ролиной Киряевой поговорим о ГМО-личинках, мощных лампочках и совершенных навигаторах. Смотрим внимательно, не отвлекаемся. Итак, в мире. Ученые университета Северной Каролины вновь вспомнили о старинном способе лечения ран. Они генетически модифицировали личинок, чтобы те чистили человеческие раны и выделяли реагент, ускоряющий заживление. Хотя личинок пока не тестировали на человеческих ранах, исследователи полагают, что эти насекомые станут как чистить раны, так и лечить их, значительно уменьшая время, нужное для зарастания плоти. Такое средство особенно поможет людям, страдающим диабетом, у которых на ногах есть незаживающие язвы. А в России ученые Тусур разработали источник питания для 10-батной светодиодной лампы нового поколения для серийного производства отечественных экологичных аналогов привычной 100-ваттных ламп накаливания. Лампы, произведенные по новой технологии, почти полностью повторяют привычные лампы накаливания. Только вместо вольфрамовой нити в ее конструкции используются светодиодные нити, тончайшие металлические ленты с чипами, покрытыми люминофором. Конструкция новой лампы позволяет сохранить равномерность распределения светового потока и высокий коэффициент светопередачи, максимально приближенной к солнечному свету. И напоследок в Татарстане. Как улучшить навигационные системы, знает младший научный сотрудник в НИЛ инерциальной автономной навигационной системы Алексей Степанов. На данном этапе исследуются типы ошибок, определяется их природа и предпринимаются попытки их компенсировать. Несмотря на наличие неточностей, инерциальные навигационные системы имеют неоспоримое преимущество. В отличие от спутников, навигационных систем они могут использоваться в тоннелях, шахтах, зданиях и других местах, где связь со спутником отсутствует. Один из наиболее ярких примеров их использования – определение местонахождения пожарных или шахтеров. А на этом все.